Такой теплый привет с малой родины, чтобы они знали, что мы их помним, что мы их любим, что мы очень сильно за них переживаем и всех ждем домой. И это не единственная акция, которую мы проводим вместе с ТОСом. Пряники с мостовой – бренд, известный даже за пределами нашего региона. К 23 февраля планируется испечь не менее 500, поэтому работа кипит, останавливаться не планируют. Фонд «Дари добро» с ТОСами сотрудничает, вернее, дружат. Акция с пряниками не первая. В прошлый раз, когда собирались вместе, организовали людей отливать окопные свечи, плести маскировочные сети. Все это при стандартных закупках стоит дорого, а когда своими руками получается, гораздо дешевле. Но главное – каждый человек может таким образом внести вклад в будущую победу. На следующей неделе мы планируем очень масштабную отправку гуманитарной помощи. Если до этого мы еженедельно отправляли одну машину, то на следующей неделе мы планируем отправлять сразу семь подразделений, чтобы охватить как можно большее количество наших ульяновских ребят. У нас не только ТОС «Мостовая Слобода» взаимодействует активно с фондом «Дари добро». У нас все ТОС «Ульяновская область» активно включились в эту программу. Буквально совсем недавно было наше очередное совещание, можно сказать, дружеская встреча с фондом «Дари добро». И у нас мы приняли решение, что у нас Центр по сбору гуманитарной помощи будет открыт во многих ТОС. То есть подключится вся Ульяновская область. В планах запустить еще шесть благотворительных пекарен. В Маинском, Барышском, Вишкаемском, Новомолоклинском и Меликесском районах. На этом месте я печатаю пряники, то есть с 23 февраля для участников СВО, то есть для военных. Павел тут на практике. Сам выбрал пекарню с мостовой. Дома готовят, любят и умеют. Но почему-то поваров в семье нет. Исправлено. Павлу удалось совместить приятное, полезное и нужное. Я никогда раньше не выпекал пряники, не формировал их. Здесь научили формировать пряники, выпекать. Сейчас очень важно их поддерживать, потому что без нашей поддержки им тоже приходится тяжело. И как бы в любой моменте надо друг друга поддерживать, как бы без этого никуда. И вот в пряниках, скажи, есть какой-нибудь секрет, который можно рассказать, который такой и не секрет до конца? Самое главное – это с душой готовить и с любовью.